Приветствую вас. Я, конечно, понимаю, что вот вы, задавая свой вопрос, тем более в ВИП-вопрос, хотите получить на него ответ именно на свой вопрос. И, конечно, я не могу знать, как вы отреагируете на то, если я вам скажу, например, что вызывать ревность – это не их хорошо. Вот вам сказали это мои коллеги уже, повторяйте, как смысла я не вижу. И я отвечу вам на вопрос так, как, возможно, не будет правильным с позиции психологии. Потому что правильную позицию психологии вам уже высказали эксперты. Повторять одно и то же мне не хочется. Тем более вам там и ссылку на блог давали, и всё. Не хочу. Скажу по-другому. Чтобы вызвать у мужчины ревность, интерес, чтобы он стал более активным и не думал, что вы никуда от него не денетесь, вам необходимо сделать так, чтобы мужчина почувствовал, что в чём-то у него появился соперник. Абсолютно все мужчины – это субъекты соревновательных отношений. И если вы покажите мужчине, что у него появился соперник в том или ином виде вашей деятельности, в том или ином виде ваших взаимоотношений, это может стать для него стимулом для того, чтобы пригрессоваться вами и чтобы стать более активным, чтобы испытывать ревность. Подумайте, какая область ваших взаимоотношений наиболее важна для мужчины. Просто подумайте об этом. Например, это область, скажем, уважения. Если это область уважения, если это область восхищения может быть, то ни в коем случае не надо меньше восхищаться мужчины. Нет. Но когда вы с ним, выскажите восхищение другому. Нейтрально, нейтрально, спокойно, вежливо, не торопясь. Так, чтобы он не подумал, что вы, например, откровенно его унижаете. Унижения здесь не нужны. Давайте мы сразу с вами определимся, что в унижениях абсолютно нет ничего хорошего. Давайте мы сразу скажем, что унижение – это не то, чем стоит вообще увлекаться. То есть унижать человека не надо. Унижать. А вот показать ему, что он не единственный, кому вы высказываете ту или иную степень своего уважения и, например, восхищения, – это вполне себе можно сделать. И вот это – то, что вам необходимо на самом деле, на самом деле. Далее, вам можно, чтобы вызвать у него те чувства, стать более отдалённый от него, более отвлечённый от него, более таинственный и менее вовлечённый, например, менее вовлечённый, скажем, в интересы и жизнь мужчины, скажем так, более, то есть менее вовлечённый в, скажем, совместные дела и так далее. То есть вот, по сути, то, что вы можете сделать для того, чтобы вызвать у мужчин ревность. Чтобы он почувствовал, что вы не с ним. Чтобы он почувствовал, ощутил, что вы как бы с ним лишь от счастья. Вы думаете о чем-то другом. Но здесь тоже важно не переиграть, чтобы мужчина сам не начал отдаляться. То есть делать это нужно по возможности аккуратно. и не постоянно, но периодически. Вот. И обязательно, чтобы мужчина видел, куда вы направляете свою энергию. То есть, чтобы он видел, например, если вы не делаете чего-то с ним, то вы делаете чего-то сам. И он, скорее всего, спросит вас, а почему? Почему вы делаете это не с ним? Вы его ответите, потому что трава нравится больше. Здесь важно быть честным, последовательным и прозрачным. Потому что если вы не будете прозрачным, то я полагаю, что ситуация будет куда более сложной. Если вы не будете прозрачным, то мужчина может заподозрить вас и в изменении, и в чем-то еще. Вряд ли вам это пойдет на пользу, вам обоим. Поэтому этого делать все же не стоит. Далее, необходимо, чтобы вы больше мужчине говорили «нет». То есть, например, там, отказываетесь от секса с ним, но при этом показываете, что вы хотите его, и что были бы не против с ним. Отказываетесь там, говорите «нет», что вы не хотите делать то, что мужчина хочет и так далее. Побольше говорите «нет» и побольше думайте о себе. Побольше, знаете как, следуйте своим интересам, я бы сказал так. Это было бы самым правильным в данном случае поведением. Вот так вот можно ответить на ваш вопрос. Я не думаю, что ваша позиция безупречна. Скажу сразу. Но если вы пришли для того, чтобы мы сказали вам, как это сделать, я постараюсь вам ответить именно на этот вопрос. Понимаете, если вы видите, что ваш мужчина не ревнует и не испытывает интерес, и стал более спорчивым, значит, вы растворяетесь в нем. Он перестает видеть вас женщину, перестает видеть вас личность, а это значит, что вас нужно вновь ею становиться. И личность – это всегда субъект своих собственных индивидуальных желаний и предпочтений, индивидуальных стремлений. Понимаете? И если мужчина увидит, что вы не растворяете в нем, если мужчина видит, что вы идете своим путем, то он либо вновь ответит вам восхищением, теми же чувствами, что быть были у него когда-то, либо все пойдет в отрицательную сторону. Также я прошу вас, значит, не забывайте о том, что страх нужно подпитывать. То есть, если вы уже какое-то время с мужчиной вместе, нет ничего удивительного, что его чувство к вам поугас. Их нужно разбудить. И разбудить нужно провоцированием ситуаций, в которых мужчина мог бы проявить себя как мужчин. Почаще бывать слабым, почаще нуждаться в защите, изменить обстановку, как-то разнообразить вашу жизнь, постараться сделать сюрпризы и так далее. Удивить мужчину своим нарядом, прической, там, поведением в постели, если угодно и так далее. Не торопитесь сразу вызывать у мужчины именно ревность. А подумайте, как, в какой среде произошло его охлаждение к вам. И именно из этого и делайте вывод. Если охлаждение произошло на фоне, значит, вы активно ты стараетесь еще разнообразить свою жизнь, рутину и так далее, и так далее, и так далее, что вы делаете, мужчина, мужчина, значит, к вам охладевает, значит, слишком много, нужно остановиться и начать делать что-то для себя, чтобы мужчина увидел, что вы независимы, чтобы мужчина вновь увидел в вас ту женщину, с которой вы когда-то были, просто помните, какой он вас любил, и какая вы сейчас, вспомните, какой вас, какой вас он проявлял интерес, и какая вы сейчас, и вам придет ответ, что нужно делать, и далеко не всегда это ревность, далеко не всегда это, именно вот, какие-то элементы флирса с другими мужчинами, на этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...